Друзья, всем привет! Сегодня новое видео, посвященное плаванию кролям на спине. И у нас будет инквест Дженни Рылов. Если кто-то не знает, Дженни Рылов это бронзовый призер Олимпийских игр, многократный чемпион мира, рекордсмен, чемпион Европы, еще куча-куча-куча всяких титулов. В общем, он расскажет вам об основных ошибках в плавании на спине, покажет, как их исправить, покажет упражнения. В общем, будет интересно, усаживайтесь поудобнее, приятного просмотра и погнали! Доброе времени суток, с вами Евгений Рылов и сегодня будем вести студию аналитики разбор плавания. Перед тем, как начать, хотел бы провести такой мини-опрос. Вот сегодня я снимаю дома по двум причинам. Во-первых, я чуть приболел и не хочу кого-то еще заражать, а во-вторых, я подумал, что дома звук будет четче, лучше, атмосфера как-то спокойнее и может вам будет приятнее, удобнее смотреть именно съемку дома, а не в бассейне. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как было лучше, как раньше в бассейне или как сейчас дома. И теперь уже начинаем. Как дальше вам расскажет Женя? Речь пойдет об ошибках. Во-первых, это виляние корпуса, то есть ошибки, на самом деле, в кроле на спине, они схожи с обычным кролем, потому что движение очень похоже и ошибки основные, они одинаковые. То есть сначала идет отклонение корпуса от ровной линии, происходит это обычно за счет неправильно вкладывания руки, то есть либо за центральную линию, либо не доходя до нее. А вторая ошибка это разворот плеч, то есть вращение корпуса, так же как было видео про кроль, только пути решения, естественно, в кроле и кроле на спине разные, поэтому упражнение покажет сам Женя, и я думаю, будет все четко понятно и ясно. Итак, начать я предлагаю с более подробного разбора ошибок, и здесь можно видеть, что отсутствует вращение корпуса, и рука вкладывается не по центру, а чуть в сторону, то есть не доходя до центральной линии. Какие проблемы от этой ошибки могут быть? Во-первых, вы тащите больше воды за собой, потому что сопротивление большое, поскольку корпус не вращается, вы всегда обоими плечами, головой, шеей, всем телом тащите воду за собой, то есть не разрезаете ее, а именно тащите. Естественно, это сильно влияет на скорость и плюс также влияет на темп, потому что без разворота плеч не получится поднять высокий темп, потому что вы будете как таракан плыть за счет одних рук без включения спины, и груди. И соответственно, вам просто не хватит силы, чтобы проворачивать свои руки настолько быстро, насколько требуется виновательный темп. А здесь видна вторая ошибка, это когда рука наоборот вкладывается за центральной линией, то есть происходит искривление корпуса, вас начинает вводить из стороны в сторону и вы плывете неровно. Ошибка аналогичная с кроллем и последствия те же самые. Во-первых, вы проплываете просто больше расстояния, во-вторых, создаете себе дополнительное сопротивление и дополнительную воду за собой тянете. Вот на этих кадрах отлично видно, как рука вкладывается за центральной линией и корпус начинает вводить из стороны в сторону. Теперь давайте посмотрим правильное плавание от Жени, и вот как раз здесь можно отлично видеть то, что рука вкладывается ровно посередине, плечи вытаскиваются из воды достаточно высоко, то есть Женя разворачивается, разрезает воду и плывет себе спокойно, без каких-либо проблем. Также вы можете видеть то, что он плывет немного рывками, но это за счет того, что он плывет очень медленно и просто скользит, то есть когда он плывет быстро, этих рывков не видно. Я, конечно, на спине плаваю похуже, чем Женя, но тем не менее ошибки, которые мы обсуждали, у меня тоже отсутствуют. Можете наблюдать, как плечо высоко достается из воды, я разрезаю воду, идет вращение корпуса, рука вкладывается ровно там, где она должна вкладываться, не пересекая линию и не слишком в стороне. Почти. То есть вращение корпуса присутствует, сопротивление маленькое, продвижение, соответственно, хорошее. Все, я включил. Всем доброе и доброе времени суток. Короче, знаешь, что надо сделать? Нет. Вот ты упражнения облываешься, типа опиши, зачем они? А, упражнение с плаванием с стаканом или вот из подручных средств, сделанное из бутылочки, нужно для того, чтобы стабилизировать голову и разворачиваться корпусом, потому что основная часть ошибок людей, что они крутят одними плечами, но не помогают это делать корпусом. И так как это когда не делаешь, ты не можешь подключить основные группы мышц, более сильные, нежели чем руки. Плюс это убирает сопротивление. Второе упражнение сделано для больших плеч, чтобы плечи правильно вкручивать, потому что бывает ошибка, что кто-то не докручивается, а кто-то перекручивается. Это тоже неправильно. Поэтому второе упражнение сделано для того, чтобы руки не закладывать за голову, потому что когда ты закладываешь за голову, ты делаешь лишние движения не в ту сторону, и, как правило, можешь от дорожки к дорожке плавать. А нам надо плыть ровно и прямо. Что сказал? Вроде да. А, нет, забыл. Вспомни. Ты записываешься? Да, давай. А, также это упражнение помогает с поднятой головой согласовывать ноги в руки. При закреплении хорошем постарайтесь плавать, это как бы не в больших количествах, потому что упражнение тяжелое. По четвертаку закупались, четвертак закупались, там, играйте с этим. И пробуйте это делать как ускорение, чтобы вы под ускорением не развались, потому что, как бы, вы можете медленно быть правильно, а когда пойдете более с высоким темпом, ошибки снова могут вылезти. Проверяйте, исправляйте. Переходим к упражнениям. И первое упражнение всем известно, это со стаканчиком, или вот как в данном случае это обрезанная бутылка просто. Смысл упражнения в том, чтобы стабилизировать корпус и шею, и работать над вложением руки именно в том месте, где это должно быть. Как стаканчик помогает вам стабилизировать? Все очень просто. Если вы вкладываете руку за центральной линией, вас начинает корпус водить из стороны в сторону, и стаканчик упадет. И если вы начнете дергать головой, там, вверх-вниз, или из стороны в сторону, стаканчик также упадет. Поэтому упражнение помогает вам стабилизировать именно корпус и плыть ровно прямо. Второе упражнение в основном направлено на вращение плеч и корпуса для увеличения силы вашего грибка, для задействования самых крупных мышц, это широчайших и грудных вплаваний. Соответственно, за счет этих мышц вы можете плыть быстрее, развивать более высокий темп. И также оно поможет вам корректировать место вкладывания руки в воду. Поскольку если вы начнете заваливать руку за центральную линию, или не доходить до нее, вы либо будете болтаться из стороны в сторону, либо не сможете полноценно разворачивать плечи. Опять-таки, с этого ракурса лучше всего видно, где вкладывается рука. И вы можете видеть, что рука вкладывается ровно посередине, даже чуть-чуть, не доходя до линии. В принципе, как и должно быть. В конце еще раз предлагаю вам посмотреть на то, как плывет Женя. Здесь техника чуть-чуть другая. Но на самом деле, лично даже я плохо вижу разницу. Но Женя говорил, что первое видео, это он плывет на технику 100 метров, второе больше к 200. Но, как он сам потом признался, на видео разницы почти не видно. То есть, это больше основано на ощущениях. Поэтому просто насладитесь, наверное, самой идеальной техникой на спине в мире. Потому что Женя очень техничный спортсмен. Наверное, один из самых техничных на настоящее время. Поэтому просто смотрим и наслаждаемся. Спасибо вам большое, что смотрели это видео. Кому понравилось, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, чтобы вам приходили все уведомления о новых видео. Пишите в комментариях, что вам нравится, что не нравится. Ваши вопросы, может быть, какие-то недопонимания. Я всем отвечаю, всем стараюсь помочь. Также пишите, кого из гостей вы хотели бы увидеть по другим стилям и видам плавания. В общем, давайте мне обратную связь. Еще раз огромное спасибо, что смотрели. Всем удачи и пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok